Сергей Геннадьевич, сейчас завершился матч Гогель-Батте, ваш первый матч в Белорусской лиге. Расскажите свои эмоции, ощущения, как все прошло, поделитесь. Ну, вчера еще был матч, я был в Резервном, в Жодино. Во-первых, первый раз в Беларуси, первый раз был и в Минске, и в Жодино, и в Гомеле. Но теперь буду чаще, намного есть, я, честно говоря, жалко, что раньше не приехал, потому что Алексей Николаевич всегда звал Кульбаков. И именно в этот день мы хотели быть с ним, это очень значимый, знаковый для него день, окончание профессиональной судейской карьеры, особенно в его родном городе. Мы просто обязаны здесь быть, и все быстро согласовали, мы пригласили, мы согласовали со своим руководством и прилетели. По поводу футбола, хороший футбол, много борьбы. Как вам это все равно в стадионе, может быть, заметили, как провожали Алексея Николаевича, и, в принципе, как ты был на поддержке? Ну, это вообще, это можно фильм снимать, честно говоря. Я бы и себе бы такое хотел пожелать, так заканчивать карьеру, чтобы арбитр так заканчивать карьеру, заканчивал профессиональную судейскую деятельность, как вот сегодня я увидел, я такого не видел никогда, и, наверное, больше не увижу. В России сейчас заканчивали у нас арбитры, стал лучше с этим делом, то есть какие-то дают матчи, провожают. Но сегодня в родном городе по-другому быть, наверное, не могло, когда вся триггленно кричит Кульбаков. Ну, это мурашки перед матчем прям пошли. Это я хочу всем желать арбитрам достичь такого уровня и так заканчивать карьеру. Вот, и именно заканчивать тогда, когда человек сам захотел. Я хочу закончить карьеру. У меня будет последний матч, вот. И вчера Алексей судил, я был резервным. Очень хотелось там быть и сегодня, естественно, тоже. Расскажите, как происходила игра, как взаимодействовали с футболистом в процессе матча, может быть, как-то что-то объясняли или все шло по вашему плану, как вы всегда судили в своей карьере? Да, конечно, у меня стиль такой, я всегда хочу объяснить. Если что-то непонятно, я никогда не повышаю голос, не кричу, ни в коем случае какие-то нелицеприятные слова футболистам. Я считаю, футболистов надо уважать. Как бы они не пытались иногда какую-то, может быть, ну, агрессию, да, эмоциональный футбол, вид спорта, то как-то я пытаюсь сглаживать, объяснять, потому что все-таки старших – это первые, а они моложе, они, во-первых, должны уважать старших – это первые. То есть такой педагогический прием есть свои. Сегодня все прошло хорошо. Я думаю, что ребята знали, кто их судит, и уже изначально понимали, что все будет нормально, просто надо играть в футбол и не думать ни о чем. И так и произошло. Была только футбол, борьба, но за рамки ничего не выходило. Нам все понравилось, правда, классно было. Матч Губина-Батай – это, наверное, такой из таких классических противостояний в нашей лиге, но несмотря на то, что было это так же противостояние, вы показали все лишь одну жуткую карточку, может быть, как-то пытались сглаживать, давали играться, либо просто не видели, что там, как это была, грубая игра, может быть, или что-то… Нет-нет, ну карточки – это самое последнее, что может быть. Если судья может управлять и держать под контролем, футболисты все понимают, слушаются, и карточки должны быть явные и очевидные. То есть она должна, знаете, как из контекста игры выбиваться, то есть какой-то фол, который еще выше. То есть фолы-фолы-фолы, все это регулируется, и тут, как кто-то, вот как сегодня, там, попал в лицо желтой карточки, поэтому нет. Карточка, когда есть карточка бетонная, ее надо показывать. Но все-таки следить за контекстом игры. Если ты можешь управлять без карточек… Есть бетонный карточек, который ты не можешь не показать, но сегодня все было в рамках, поэтому всего она получилась. Да, ну и этот матч также был очень таким интересным. Я думаю, что за этим бейтингом следили и многие судьи, которые, может быть, только начинают карьеру, которые уже ведут карьеру. Может быть, что-то можете пожелать, может быть, дать какой-то совет, что им нужно сделать, чтобы там достичь так же, например, вашего уровня, как варианты. Только терпение, работа, терпение – это в любой отрасли и в любой сфере деятельности. Ждать свой шанс, его обязательно использовать. Не перегореть, когда шанс дают, обычно хочешь показать что-то сверху, не надо ему еще сверху показывать. Выйдите, сделай так, как ты уменьши на сегодняшний день. И это будет лучше, чем ты будешь и штанов выпрыгивать что-то показывать, и все пойдет кувырком. Потому что делаешь не свойственно себе. То есть, как ты уже научился, это надо показать просто. Так что терпение, работа и весну не бросать. Потому что судейская карьера такая, знаете, сегодня у тебя все хорошо, завтра один матч и на скамике штрафников сидишь без работы и думаешь, что делать дальше. А потом надо выходить и подниматься обратно. То есть, такие аритмии идут, взлеты и падения. Поэтому свой путь какой-то наметить, свой стиль поймать. И ему следует всю жизнь быть таким принципиальным человеком, любить футбол. Спасибо. У меня все.